О том, что будут после Украины, будут думать геополитические игроки. А меня лично беспокоит судьба многих людей, которые просто не смогли в силу каких-то финансовых причин, или в силу тем, что не были связаны работой, семьей, или не захотели, надеясь на лучшее, покинуть сейчас Киев, покинуть Украину. Потому что, знаете, Гитлер пришёл к власти в 33-м году. Окончательное решение еврейского вопроса на конференции Ван Зея было продекларировано в 42-м году, через 9 лет. Вопрос был практически решён к 43-му году, но некоторые евреи даже пережили гитлеровский режим. Им повезло, но большей части не повезло. Поэтому я вот сейчас всё время вспоминаю, это часто, и сейчас, вернее, это начало распространяться и по социальным сетям, и даже цитироваться вследствие массовой информации. Трогательная история, когда пожилой еврейке, пережившей Холокост, задали вопрос, а что надо в таком случае делать. Он сказал, что в таком случае ничего не надо делать, надо делать до того. Если вам говорят, что вас будут убивать, верьте им, они вас будут убивать. Так вот, я очень боюсь, что та власть, которая сейчас всё ещё находится в Киеве, организируя, будет убивать всё больше и больше. И вполне возможно, что то, что произошло в Одессе и то, что произошло в Мариуполе, нам покажется ещё цветочками, потому что эти люди отрезали себе дорогу назад, и сейчас единственное, что они могут сделать перед своей политической, как минимум политической смертью, это ещё сильнее досадить русскому миру. А то, что именно так они поступали во время всей своей, вернее, не они, предшественники идейные поступали во время всей своей сознательной деятельности, практически происходила этническая чистка на Западной Украине, после которой Западная Украина из русской провинции превратилась в провинцию галицийскую, в провинцию украинскую. И именно после этого там родился фактически украинский национализм, бандеровщина, который сейчас пытаются распространить на всю Украину. Так вот, я сейчас очень сильно боюсь за судьбу именно русских на оккупированных территориях Украины.